Я недавно написал статью об Иисусе Христе. И это человек, о котором я много думаю. В 15 лет я прочитал Библию от корки до корки. И, в общем-то, культура, в которой я вырос, она христианская. И, конечно, личность, определившая культуру и судьбу многих и многих людей, и изменившая, меня не может не интересовать. Есть замечательная книга английского философа Бертрана Рассела «Почему я не христианин». Я очень люблю эту книгу и рекомендую её всем прочитать. И там Бертран Рассел описывает качество характера Иисуса Христа. Он был человеком, в общем-то, плохо воспитанным, неспокойным, грубоватым, агрессивным. Ну, и довольно-таки эгоцентричным. Но чего стоит хотя бы его фраза «Кто любит отца или мать более, нежели меня», не достоин меня. Иисус был человеком самолюбивым, по всей видимости. Я думаю, что, возможно, это мешало ему и семью создать. И он перебивался, если так можно выразиться, любовью женщины с довольно-таки низкой самооценкой, с Марией Магдалиной, да, которая прилюдно вытирала ему ноги своими волосами. Ты знаешь, довольно-таки странное поведение Иисуса, когда он пришёл в храм, дом отца своего, да, и выгнал оттуда торговцев. Ведь, обрати внимание, во всех церквях торгуют, во всём мире, и никого это не смущает. Иисус выгнал людей, которые, в принципе, зарабатывали деньги на этом, да, кормили свои семьи, своих жён, детей, родителей, наверняка. И вообще торговля – это двигатель экономики. Там, где есть торговля, там есть деньги, и там есть развитие. И вот мы живём в Эстонии, да, мы знаем Эстонию, историю Эстонии немножко. И вот в городах, где была торговля, эти города были очень богатыми, они процветали. То есть у Иисуса были странные такие представления об экономике. Но я, может быть, потом расскажу своё видение его, так сказать, экономических взглядов. Но что же главное, да, вот человек был с очень сложным характером, довольно-таки агрессивный, но одинокий, по всей видимости, нон-конформист, да, который себя противопоставлял обществу. Но при этом, что в нём было? Что в нём было главное? Смелость, конечно же. А философская смелость, да? Когда он взял и отменил все заповеди иудаизма, заменив их двумя, возлюби Бога и возлюби ближнего, как самого себя. И вот я считаю, что заповедь любви к ближнему – это главное, что Иисус сказал. И именно такой человек, как Иисус, очень чувствовал вот этот дефицит любви. Да и время тогда было тоже неспокойное. Историческое время было неспокойное. Так вот, люди, которые генерируют эту энергию любви – это особые люди. И они своей любовью, как фонариком, светят остальным людям. И проливают свет на наши порой тёмные будни, нашу мрачную порой жизнь. Да, это люди, которые, в общем, осознают себя. Это не роботы, которые включены вот в этот круговорот дел, в это общество потребления. Поэтому Иисус очень актуален и очень современен сегодня. Его взгляды, Его посыл, Его месседж о любви к себе и к ближним. И ты знаешь, вот эта любовь напоминает нам о нашем предназначении. О том, кто мы и для чего мы здесь. И общество потребления нуждается в таких людях. В людях, которые генерируют энергию любви. И которые являются необходимым ферментом любого общества. Я считаю, что, когда мы встречаем от таких людей, мы можем немножко подкормиться от них, да, вот этой энергией. Набраться этой энергии любви, которая пробудит в нас самих эту спящую, возможно, силу любви. И это здорово. И мы, конечно, должны им ответить чем-то. И как-то их отблагодарить. Или словом, или улыбкой, или поступком, или деньгами. И таким образом мы будем участвовать в круговороте добра в природе. Потому что добро так же, как и зло, заразительно. Если кто-то один сделает доброе дело, то другой тоже захочет делать добро. И я в этом убедился. Я знаю людей, которые очень похожи на Иисуса Христа. Которые делают добро. Которые помогают и ближним, и дальним. Которые делают всё для умножения добра в этом мире. И вот это поразительно. Совершенно поразительно. Иисус не единственный человек, но Он хороший пример для подражания в этом плане. И я считаю, что предназначение человека – генерировать энергию любви. И вот энергия любви, так же, как и любая другая энергия, она ценна. Как электрическая энергия, механическая. И любая другая. Это такой же вид энергии, который позволяет нам существовать. Позволяет нам жить. И мы сами способны генерировать эту энергию. А если у нас не хватает её, мы можем, в принципе, подпитаться от кого-то. От других людей, у которых её много. Но мы должны это обязательно ценить. И обязательно быть благодарными за эту энергию. Любовь – это то, без чего мы не можем обойтись. Любовь – это то, что делает нашу жизнь прекрасной. Что придаёт ей смысл. Что делает нас добрее, светлее, счастливее, радостнее. Когда мы не испытываем этого чувства любви, и порой мы забываем о нём. Погружённые вот в этот водоворот житейских дел, да, этой рутины. То вот такие люди, генерирующие энергию любви, они нам напоминают о том, какой, в принципе, должна быть жизнь и для чего мы созданы. И это прекрасно. Потому что тогда мы понимаем, что что-то в нашей жизни происходит не так. Что-то идёт не так. Мы должны задуматься, остановиться и что-то поменять в жизни. И вот энергия любви, она способствует переменам. Она способствует тому, чтобы люди себя меняли. Меняли свой взгляд на жизнь. Энергия любви – это энергия мысли, которая способна преобразовывать действительность. И вот мы. И я думаю, что гораздо важнее любой другой энергии, именно этот вид энергии, который требует культивации в обществе. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно изменить многое в отношениях, в обществе. Но об этом я скажу в другой раз. И у меня есть предложение на этот счёт. Какие нужны реформы и перемены. И они происходят в мире потихонечку. Я вижу, что мир не безнадёжен. И я знаю, что мир будет меняться. И одна из возможностей изменения мира к лучшему – это генерирование энергии любви на всех уровнях. На политическом, экономическом, социальном. Даже на государственном уровне. Когда у меня будет возможность заниматься политикой, это будет одним из пунктов моей программы генерирования энергии любви. Как я предлагаю генерировать энергию любви на уровне государства, я расскажу в следующем видео.